19 мая в Кремле прошла встреча представителей общественных организаций и президента России по проблемам Северного Кавказа. Вечером того же дня в обществе Мемориал правозащитники, участники мероприятия, рассказали коллегам о своих впечатлениях от общения с главой государства. Вечером на Чечне, об Ангушевском и Бестане и о том, как власти ведут себя там, язык врачей и так далее, цитировала Муслима Кучиева в последние апрельские выступления, когда он говорит, мы будем родственникам, мы будем поступать с вами, так как ваши дети поступают между населением. То есть убивать. Черт, такие же установки там давались и другими людьми. Потом цитата из самого Рамзана, и потом цитата уже совершенно убойная из Дамильханова, который приравнивает нас и тоже предлагает убивать. Также с нами обращаться как с террористами, ну, защитников и террористов. Было выступление Людмилы Михайловны, которое вообще в целом было очень хорошее и правильное, и короткое. О том, что нужно сделать конференцию большую по проблемам, взаимоотношения с правоохранительными органами вместе с этим правоохранительным органом. И что вот этот форох такой был один, в котором два направления действия. Первое – это сотрудничество с гражданским обществом и стремление к доверию, возвращение доверия власти. И второе – это уничтожение МВФ. Вот это, конечно, не видел, понравилось, страшно. Элла Александровна, кстати, произнесла замечательно, что делала все. Вы знала, что нельзя не выдавать трубы. Она еще говорила о том, что такое поведение рекрутирует молодежь. Она вызывает протест, что выславшие родители, при всяком издевательстве над трупами, это очень постыдное поведение. И это рекрутирует молодежь в этих незаводных вооруженных органах. Хорошо, что был Шевченко. Он сказал, я там недавно был в регионе, он сказал о том, что подушная оплата учителям недопустима. Потому что это приводит к тому, что маленькие школы, сельские, закрываются. И в Чечне детям ходить в школу, добраться они никуда не могут. Это не равнина, где на автобусе можно и за 20 километров. Детей в школу возить им не в Москву, а где есть метро. И дети остаются без образования в результате. И не ответят, когда он на это. И еще что он сказал. Блокпосты. И про блокпосты. Что говорил президент. Вот как же Банглок на вас там подумает. И тут же сказал Клакону, сделать программу по горным школам. Он сказал, что он здесь увидел две важные его вещи. Первое. Это огромная концентрация боли, которая накопилась в семье. Реакция на выступление Анюба была, что да, действительно, если вы говорите, что без лаборатории нельзя определить составки, наверно надо делать лабораторию. Дальше он резко отреагировал и не мог не отреагировать на слова Зурбека. Когда тот сказал, что вы не представляете себе, что делается в Дагестане, я увидела, что в России это невозможно. Таким образом, Кавказ, подумала я. А президент, конечно, подумал не Кавказ, а он сказал, что Кавказ – это Россия. И так говорить нельзя. Ему показалось, что я отделяю Дагестан от России. На самом деле, а как объяснять разницу между тем, что происходит в России и в Дагестане? Я объяснял, что, допустим, то, что сходит с рук дагестанским чиновникам, никогда в жизни бы не сошло с рук, допустим, в России. И вообще есть большая разница между историей и какой-то этнокультурой, и там, и там. Поэтому, честно говоря, то, что он говорил о том, что Россия и Дагестан – это односторонно. Очень хотелось бы, чтобы это было так на самом деле. Ну, посмотрим, что он для этого сделает. Во всяком случае, мы надеемся, что будет порядок наловиться хоть как-то, хоть в какой-то форме. Потому что наши претензии к российскому государству все-таки в том, что люди, которые олицетворяют собой власть в Дагестане, они не соблюдают российские законы. И я говорил, в целом, если в двух словах отрефизовать, это была поддержка курса Невкуева. Да, что, да, есть проблемы, но эти проблемы накапывались годами. И новый президент пытается их исправить, но у него пока ничего не получается. Похищение продолжается, вне судебных акций продолжается. Он пытается как-то консолидировать общество, но есть противодействие очень заметное, очень сильно со стороны сотрудников силы выступлений. Преступление не расследуется. И задал вот этот наш вопрос президенту. Мы понимаем, с одной стороны, мы видим поддержку власти президента, но с другой стороны, мы видим активное противодействие стране силовиков. И вот этот вопрос, почему это происходит, мы задали, как бы я задал президенту. И как, реакция была? Реакция была, уже после выступления. Ну, и я вкратце сказал о беженцах, о той проблеме, о которой почему-то забыли, вот, в борьбе с терроризмом, но люди еще остаются, и проблемы никто не решает. Потом была реакция на выступление, вот именно по этому вопросу. А почему, в чем вы видите вот это противодействие силовиков, в чем оно выражается? Вот, я сказал, что оно выражается прежде всего в том, что преступления, которые совершаются в турнике силовой структур, и которые доказаны не только нашими домыслами, а следственными материалами, эти преступления не расследуются. И об этих проблемах, насколько нам известно, вам докладывал лично президент Ивкуров. На что, Медведев сказал, что подробности детально об этих преступлениях Ивкуров ему не говорил. И попросил передать Ивкурову, его пройку, чтобы он ему, если такие преступления есть, лично, как бы, доложил при встрече и сказал, в чем проблема, какие проблемы у него, вот, с половиками. У меня была тема, какого-то... Самое главное, это внесудебные казни. Это внесудебные казни. И прекратить их, это элементарно для президента, для председателя правительства. У нас была просьба, вот, создание, на лаборатории, все-таки, поединить в веках всех руководствах. И он дал слово, что он будет. Медведев на этой встрече сказал какие-то ключевые фразы, которые, по-моему, можно интерпретировать, как правозащитникам и общественным организациям, зеленый свет в регионе. Он сказал о том, по-моему, Светлана Алексеевна это упоминала, что региональные лидеры должны сотрудничать с гражданским обществом, а те, которые не сотрудничают, пошли отсюда вон. Он сказал, ваша работа в том, чтобы высказывать ваше мнение справедливо и открыто. И он все время подчеркивал о том, вот, как важно, что работает общественная организация. Дальше по мелочи. Да, хорошо, пожалуй, что он почти что пообещал сделать эту лабораторию по идентификации тел. Хорошо, что он точно пообещал, без почти что, федеральную целевую программу по школам в горных селах и, возможно, подобную же программу в сфере здравоохранения, то есть фельдшерские и акушерские пункты. Он обещал, что со всеми нашими бумажками он ознакомится лично. И на каждую бумажку он ответит лично. И не просто ответит, а ответит поручением. Условия, когда на наших сотрудников дают, обвиняют в черте в чем. И не только в Чечне, а уж в Чечне прямо нас называют чуть ли не врагами народа. Сам по себе факт, что представитель мемориала из Чечни, несмотря на все эти выпады Кадырова, он приехал и участвовал в этой встрече, и выступал из других регионов. Я надеюсь повысить устойчивость наших структур в этом регионе.